Привет, друзья! И мы с вами начинаем новый влог. Весна уже не за горами. Уже такой воздух приятный, какой-то такой запах ни с чем не сравнимый весны. Уже не такой он морозный и терпкий, как зимой. Чувствуется уже весна, несмотря на то, что завтра у нас обещали минус 8, по-моему. И на следующей неделе тоже холодно. Но к масленице прям вот накануне начнется потепление. По крайней мере, обещают. Там посмотрим. Хотела вам показать. Купила краску. Сейчас пойду краситься. Взяла три разные, но цвет какой сейчас. Подождите. Вот. Вот такой цвет. Типа баклажан. Называется вот так вот. Потом еще одну. Вот такую вот. Такую не пробовала. Напишите, кто пробовала. Стель. Вообще нравится вам? Серия Love. И еще одну тоже из серии Love. Взяла вот такую вот. Вишневая. Но это я, наверное, вот это крас... Как это называется? Нет. Красное дерево. Оставлю на лето. Из этих двух выберу какую-нибудь из двух и пойду красить волосы. Вот. И, кстати, у меня еще елочка стоит. Напишите. Кстати, вы свои елочки уже разобрали. Ну, если она была натуральной, это понятно, что она долго стоять не будет. А если вот искусственная, как долго у вас елка стоит после Нового года? Вот сейчас у нас канун 23 февраля. Она у меня еще стоит. Но мысли такие, чтобы разобрать ее, уже закрадываются. Вообще у меня уже... У меня как бы давно такая традиция, что елка у меня стоит где-то до Масленицы. Вот как раз к 8 марта я ее начинаю разбирать. Вот. А так она у меня долго стоит. А наряжать наоборот. Где-то там конец октября, начало ноября. Вот так я начинаю наряжать. Вот, правда, в том году я припозднилась. Ну, потому что новая работа. И как-то вообще не до елки было. И потом настроения особого такого зимы не было. Вот. Так что елочка пока стоит. Кстати, хотела вам, значит, подведение итогов конкурса. Так как у нас народу всего 7 человек записалось, и я смотрю, что новенькие никто не хочет получить открытку в подарок. Поэтому будем, наверное, закругляться пока с этим конкурсом. И все, кто написали, все собственные получат открытку. И, значит, если я есть у вас в ВКонтакте, в друзьях, то пишите там. Если нет, тогда заходите в инфобокс, там есть моя почта, имейл, то напишите мне на почту. Значит, свой индекс, адрес, и, собственно, кто получатель. И ждите открыточку в подарок. Вот. Так что, спасибо всем за участие. Думаю, что еще будут у нас конкурсы интересные. Всех с наступающей масленицей. Скоро увидимся, надеюсь. Так что, не переключайтесь, у нас еще распаковочка будет. Так что, до встречи. Друзья, всем привет. Я извиняюсь, что я в бабушкиной кофте, но у нас безумная холодрыга. И сегодня хочу с вами распаковать коробочку. Ой. Вот такую вот. От Лео Макс. Лео Макс – это такой телевизионный проект, сайт, типа магазин на диване. Ох. Я, в общем, в принципе, я ее уже распаковала, но еще не смотрела, что внутри. Ну, как смотрела, я знаю, что внутри. Ну, в общем, просто хочу с вами вместе распаковать заказ. Я делала еще до Нового года. Ну, не было как-то времени посмотреть и снять. В общем, ну, много всяких событий было. И, значит, давайте приступим. Здесь, прям сверху, каталог. вот такой. Он с одеждой. Не буду показывать. Они, кроме того, что продают какие-то предметы быта, скажем так, так же у них есть ответвление, которое занимается одеждой. Но, я заказывала, вот, каталог Лео Макс. Заказывала у Лео Макс. И, у них здесь много всего. Если на сайт зайдете, то есть, там, ну, просто море всяких товаров. я думаю, что, в принципе, как любой магазин на диване, вы знаете, все продают такие вещи. Вот. И, я приобрела, так, сейчас, надо достать их из коробки, их две штуки. Да, потому что я брала себе и маме. И, была акция, если берешь один, то второй с 50-процентной скидкой. И, получается, что вся сумма у меня, все, что у меня было, все это стоило 1200 рублей. Вот. Один товар стоил изначально где-то 900 или 800 с чем-то. В общем, точно уже не скажу. В общем, это вот такой контейнер, который даже показывали по телевизору в передаче какой-то по сравнению ланчбоксов от разных производителей. И, я увидела вот этот свой ланчбокс. У меня их два, соответственно. Чем он отличается от всех остальных? Он с подогревом. То есть, этот ланчбокс не нужно ставить в микроволновку и включать ее, и вообще не нужно наличия микроволновки. Так, судя по объему здесь, по-моему, так, масса. Здесь должно быть что-то около 1,6, по-моему, литра. 1,05. Вот здесь вот. Но это я не уверена, что это номинальный объем. В общем, он вот так вот упакован в пакет. Они два абсолютно идентичных, синеньких. Вообще, очень красивый. вот так выглядит. Вот. И вот здесь вот открывашка сюда, я так понимаю, да, открывается и сюда вставляется провод. Так. Наверное, он внутри. Так, сейчас, значит, здесь есть ручка. его удобно нести будет. Так, есть вот такое отделение, в котором лежит ложечка. Кстати, очень небольшая, удобненькая. Так. Отдельное у нее отдельное отделение. Здесь четыре такие кнопки по бокам, которые закрывают довольно-таки плотно закрывается. Очень сильно фиксируется. Вот так выглядит крышечка. Здесь есть клапан, который выпускает воздух. То есть, соответственно, наверное, когда вы начинаете его подогревать, нужно выпустить воздух. горячий. не знаю, это мы еще в инструкции почитаем. Вот. Внутри выглядит вот так. Здесь большое отделение и маленькое. Маленькое отделение можно вытащить. Так, сейчас посмотрим. Провод. Хорошо, что с розеткой не нужно никакой переходник дополнительный. Так, здесь есть гарантийный талон и небольшая инструкция в картинках. Что на что нажимать, как чего, куда. Так, и, собственно, контейнер. здесь маленький контейнер дополнительный с крышечкой. Очень удобный. И вот на крышечке изображено яблоко или помидор. То есть сюда можно класть салатик. И здесь получается два отделения. Вот здесь стоял второй контейнер и большое отделение. можно в принципе даже отдельно использовать. То есть вот сюда положить отдельно мясо и салат какой-то теплый, да, а сюда например нарезать фрукты положить. Да, они будут уже отдельно, но все равно удобно, что то, что горячее, то будет подогреваться. Вот. Вот так это все внутри выглядит. в общем-то он достаточно объемный, вместительный, я бы сказала, и вполне достаточно на одну порцию, даже достаточно много сюда влезет, можно прям объесться. Вот. И здесь у нас индикатор, то есть когда включаешь в сеть, здесь включается лампочка и показывает когда уже, то есть вот здесь видимо когда уже греется, здесь уже нагрелось. Так, и здесь у нас снизу значит контейнер, напряжение, частота, мощность, объем. Показывает, что это для пищевых продуктов. и вот здесь есть предупреждение. Запрещается погружать в воду, запрещается помещать в морозильную камеру, запрещается разогревать микроволновые печи. То есть этот контейнер, он сам греется, поэтому его не нужно использовать как классический контейнер. Вот. И в общем-то у меня их две штуки, будем пользоваться. Кому интересно, ссылочку на него оставлю. Это не реклама. Я уже сказала, сколько он мне стоил. И у нас их две штуки, соответственно. И это точно такой же слив. Брала их для себя и для мамы на работу, потому что еда на работе меня не устраивает. и здесь еще есть вот такая инструкция с более детальными какими-то знаками. Вот. Вот такой у меня был заказик. Надеюсь, было интересно, может быть, пригодится вам такая идея. Вообще, сайт очень интересный и ну, вдруг что-нибудь там можно заказать. Там есть очень много таких эксклюзивных вещей, которые в обычном магазине не купишь, а если и купишь, то дороже выходит. Вот. И у них в принципе есть еще карта лояльности или как это, карта клиента, но ее надо покупать каждый год заново, и естественно, если ты много у них покупаешь, тогда эта карта имеет смысл. А так, если ты один раз в пять лет что-то купил, зачем карта. Вот. В общем, такой у меня был обзор. Надеюсь, было интересно. Если было интересно, ставьте пальчик вверх, а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok